На удивление приличная кетчупа. Мне кажется, он к шешуйку вот как раз зайдет хорошо. Кетчуп со вкусом томатной пасты. Вот это грузинский. Хитро Руслан улыбается за камерой. Он-то знает, что где. Всем привет! Это Василий, канал Прохушев Ест. И сегодня у нас кетчупы. Мы каждую начало весны делаем обзор каких-нибудь кетчупов. Потому что весна опять пришла, лучки тепла. Ну, правда, мои окна не глядят, потому что мы из кухни сделали студию и окна залепили. Но, тем не менее, уже теплеет самое нетерпеливое уже на шешуйках. А те, кто по выдержанней, вот-вот тоже рванут. Поэтому кетчупы. По какому принципу мы сегодня отбирали кетчупы? Мы просто приехали в магазин и увидели, что за команду кетчупов играет целый интернационал. Тут и русские, и татары, и цыгане, и итальянцы, и Бразилия, и Неаполь. Ну, Неаполь тоже Италия, но, тем не менее, есть итальянский кетчуп, есть неаполитанский. И Грузия. В общем, мы взяли кетчупы с разным, так сказать, посылом национальным. Перед тем, как начать их пробовать есть, представлять вам, спасибо топовым бустерам. Деду огромное спасибо. Антону Мангелеву, Юлию Соколовой, Павлу Петрову, Архману, Владиславу Александровичу, Жене Моменко, Александру Гэ, Александру Ша, просто Александру, Ермолаю и, господи, Денису Мозговому, конечно же. Вообще, мы вначале думали, ну, не в закрытую попробовать, а так. Но потом Руслан говорит, а попробуй угадать национальность каждого кетчупа по вкусу. Я такой, прикольно, давайте угадаем национальность каждого кетчупа по вкусу. Итак, самый дешевенький, это кетчуп Балтимор, русский, 70 рублей за вот эту упаковку, с луком и чесноком. Видимо, в этом русскость и проявляется. Менее русский и более дорогой кетчуп неаполитанский от Кальво. Здесь написано, что тут есть корица, каенский перец, базилик, перец черный и белый, в общем, белиссимо, белиссимо. 90 рублей неаполитанский, 90 же рублей бразильский. Здесь у нас перец такой, перец сякой, перец розовый, перец белый, перец черный, в общем, один сплошной перец. Это должно означать бразильянство этого кетчупа. Попробуем. Дальше. Хайнц итальянский. Почему-то не указан уксус здесь. В смысле, на картинке нет уксуса, хотя я думаю, что именно уксусом Хайнц кетчуп всегда славился. Но, может быть, в итальянском варианте этого не будет, а будет действительно базилик орегано, как они советуют, точнее утверждают. Посмотрим. Дальше грузинский соус. Я думаю, что вот этот я должен узнать, потому что, ну, кавказский букет трав он специфический. На этикетке, правда, они обозначены просто как специи, но компания Кинта вообще, ребята, надежная. Обычно у них хорошие соусы. Я, правда, не покупал очень-очень давно их. Поэтому не знаю, может быть, они скатились за это время. Но вообще они были всегда норм. Дальше. Татарский кетчуп с натуральными специями. Я не знаю, какие у татар натуральные... Вот тут и чпачмак нарисован. Короче, если я вдруг заговорю по-татарски после одного из образцов, то подождите, пока я охолонюсь и продолжим. Главное, чтобы Руслан мне сказал, что я по-татарски заговорил. А то могу и не заметить. И, наконец, самый дорогой кетчуп. А, да, этот стоит, значит, у нас 130 рублей, 140, 150 и 160 рублей Балтимор цыганский. Цыганский. Я не знаю. Я вот из цыганской кухни знаю, только ехали цыгане, кошку потеряли. Как бы кошка сдохла, хвост таблец, кто промолвит, тот и съест. Это все, что я знаю про цыганскую кухню. Но, конечно, у цыган есть своя кухня. Это не может ее не быть. С удовольствием познакомимся с кетчупом по-цыгански и оценим его. В общем, я часу иду. Руслан все эти кетчупы разложит на тарелки. У меня есть сосиски, которые остались с прошлого выпуска. Если вы его не смотрели, посмотрите. Белорусские сосиски и с ними и попробуем, чтобы была какая-то мясная основа. Сейчас вернусь. Редактор субтитров А.Семкин кетчупы. Давайте пробовать. Давайте сначала делать так, потом с сосиской. Номер один. Кто тут... Вот национальность попробуем определить. Номер один. Без понятия. Это точно не апель. Ну, в моем представляете. Может, русский, а может, например, бразильский. Я не знаю. Кстати, кетчуп неплохой. Честно скажу. Приятный. Не слишком кислый. Не слишком сладкий. Томаты чувствуются. Норм. Есть можно. Номер два. Короче, не угадаю я никого по национальности. Можно вот хрен знает кто это. Тут много каких-то твердых фракций. Прям таких. Наверное, получше, чем первый. Капир тоже норм был. Едем дальше. Номер три. Грузинский. Национальность кетчупа определить невозможно. Я пока не чувствую ни в одном из них каких-то характерных для региона какого-то трав и специй. Возможно, вот этот грузинский. Это, кстати, самый вкусный пока. Это даже не совсем кетчуп. Это какой-то томатный такой соус. С овощами. Густой. Такой довольно интересный. Номер четыре. Номер четыре что-то потек. Вот этот грузинский. Похож, во всяком случае. У меня хитро Руслан улыбается за камерой. Он-то знает, что где. Второе место. Тут довольно интересный подбор травок, которые так неплохо оттеняет мясной вкус. Мне кажется, он к шашлыку вот как раз зайдет хорошо. Он не перебьет шашлык вот каким-то своим мощным вкусом, но и оставит свой след в вашем блюде. Кстати, на удивление приличная кетчупа. Если вот до этого мы делали обзор, все были отвратительные, ну плюс-минус, то вот эти какие-то нормальные все. Нет, не все. Это какая-то херня. Понимаете, я не имею в какую страну представляю этот спортсмен, но у меня в случае уполнена какая-то слизкая крахмальная жижа. Без вкуса томата вообще. Луком отдает, может, это русский. Может, это русский вроде как бы с чесноком и луком. Номер шесть. Этот очень пряный. Сильно отдает корицей. Корица вроде у нас была в неаполитанском. Очень много корицы. Мне кажется, это... Наверное, вот этот неаполитанский, но не знаю. Мне он не очень нравится. Но любители. Просто мне кажется, что он... Я не понимаю, к чему он может подойти. Из еды. Ну и номер семь. Кетчуп со вкусом томатной пасты. При этом острый. Он прям такой тепленький, сжет. Греет, точнее. Я думаю, что это бразильский. И поставлю я его, пожалуй, вот сюда. Все. Обзор закончен. Давайте посмотрим, где что. О, определились. Давайте пойдем сначала. Так, я, получается... Давайте посчитаем, какой узнал. Я узнал грузинский. Я узнал бразильский. Я узнал наполитанский. Три кетчупа из семи. Не так уж и плохо. Если учесть, что цыганский я даже не представлял, какой должен быть на вкус. Русский. В нем ничего русского нет. Ладно, короче, давайте начнем сначала. Татарский. Ну, нормальный такой. Я не знаю, почему он татарский. Но может, он действительно... Ой, татарский. Цыганский. Я не знаю, почему он цыганский. Цыганский и цыганский как бы... Ну, нормальный кетчуп. Тут такие овощи порезанные в него. Он, конечно, самый дорогой. Но он, в принципе, приличный. Вполне для обмакивания сашлыков сойдет на ура. Дальше абсолютно, наверное, грузинский соус шашлычный. С приличным таким... Да, там есть грузинские травы. Грузинский привкус есть. Как я уже сказал, он хорошо пойдет к шашлыку. Потому что он, с одной стороны, довольно ненавязчивый и не забьет мясо. С другой стороны, довольно достаточно яркий, чтобы быть самим собой. Дальше русский. Неожиданно один из самых дешевых. Вообще у нас с Балтимор что-то исправился. Раньше мы брали Балтимор. Он был отвратительный. А сейчас более-менее получается. Русский. Ну, ничегошный такой соус. Я забыл, какой он на вкус. Сейчас перепробую. Нормальный такой кетчуп. Без каких-то выдающихся особенностей. Но есть можно, на самом деле. Дальше бразильский. Наверное, поменял бы местами, кстати, бразильский и русский. Но уже поздно. После слепой мы уже ничего не меняем. Он острый. Это мне нравится. Я люблю острое. Причем он острый. Ну, для меня он чуть-чуть острый. Такой просто приятный, греющий рот вкус. Привкус. Тут есть специи такие, вполне себе кетчупные, стандартные для кетчупов. Мне кажется, все нормально. А, да. Вот теперь, когда в открытую, орегано чувствуется. Базилик не чувствуется. Вообще, наверное, забыл, что тут орегано было на упаковке. Помню, только базилик. Тут есть вкус орегано. И он образует какую-то мумифицированность. Такое ощущение, как будто это какое-то, не знаю, бальзамическое что-то. Бальзамирующее даже что-то. Как будто... Какой-то ритуальный привкус у этого кетчупа. Мне не очень нравится. Дальше. Тоже вот тут чистая вкусовщина с хайнцем и с кальвой. Вот этим. Лишь, как до хрена корица на мой вкус. Корица это неплохо, но... Да нет, я не очень люблю корицу. Честно скажу, я не очень люблю корицу. Поэтому он у меня загремел на предпоследнее место. Вообще, нормально, короче. Если не нормально, это татарский. Ну, это вообще какой-то... А, ну вот. Я пойду, почему он татарский. Да, там есть какая-то вот такая... Азиатская темка. Но... Ну, это просто крахмал с уксусом. Крахмал с уксусом и ничего больше. Вот такой вот обзор у нас кетчупов. Надеюсь, вам будет полезно. Если не будет, так не будет. Ставьте лайки, пишите комментарии. И подписывайтесь на Boosty. Всех люблю, кроме некоторых. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok